Безоговорочная победа и долгожданное золото. На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне нашей Марии Ласицкене не было равных. Первое место в прыжках в высоту. Как и другие 18 наших атлетов, она выступает под нейтральным флагом. Кадры золотого прыжка и эмоции после триумфа в репортаже нашего корреспондента Тимура Сиразиева. На зло запретом. Вот он, прыжок победителя. Высота 2 метра 3 сантиметра. Но серебряная медалистка, украинка Юлия Левченко, взяла высоту на 2 сантиметра меньше. Это достижение Марии настоящий подвиг. Я счастлива, очень рада, что удалось начать титул. Что в таких тяжелых условиях мы все прошли, все смогли. И сейчас эта медаль здесь, она наша. Она также, как и другие наши легкой атлеты, полтора года не могла выступать на международных турнирах. Пропустила Олимпиаду в Рио. Маша вообще, она сдерживает все это. Но пару раз плакала, когда узнала результат олимпийский, что там метр девяносто семь. Потом, когда в феврале она прыгнула 2.03, ее не допустили опять на чемпионат Европы. Ну, как-то постарались все равно это отпустить. История этой победы – это история любви, когда они давали выступать именно Владос и спас Марию от депрессии. Тогда они еще встречались. Сразу после победы она бежит к любимому. Я просто счастлива признается Марии в объятиях мужа. А Владос улыбается. Ты заслужила это. Я не лезу в спорт, да, я не понимаю ничего в прыжках. Мое дело, чтобы она выспалась, не носила тяжелое, покушала вовремя. Они поженились в марте 2017-го. А в апреле Мария уже Никучина, Алсицкена вернулась в мировой спорт и сразу показала, что настроена только на победу. Мария готовится к прыжку. За ней следят и все соперники. У Марии было в этом сезоне 15 стартов и 15 побед. Время для самого главного старта и главной победы. Еще одна успешная попытка. Пока выступали другие, Мария лежала на газоне и смотрела на трибуны, показательно отвернувшись от снаряда. Мой главный соперник планка, говорит Мария Алсицкена. И чтобы покорить его, нужно настроиться. Это такие эмоции. Они нам тоже передаются. Все это бурлит внутри. С этим тоже надо справляться. Это так сложно. Справляться совсем научил Геннадий Габрелян. Мария пришла к нему в 10 лет. На этих соревнованиях вместе с атлетами награду получают их наставники. Это медаль. Золотая медаль. В школе мне не повезло золотой медалью. Зато на старость лет стал золотомедалистом. Откройте секрет. В чем вот успех Марии? Успех Марии. А то, что она Мария. Вот это твой успех. На этом турнире наша сборная завоевала 4 медали. Одну золотую и три серебряных. В беге с барьерами вторым стал Сергей Шубенков. В прыжках в длину Дарья Клишина. А Валерий Пронкин завоевал медаль в метании молота. Всего в сборной было 19 атлетов. И для них чемпионат стал суровым испытанием. Не было ни врачей, ни массажистов. А некоторые выступали и без тренеров. Все равно это влияет. Как бы ребята не храбрились, не говорили, все равно это влияет. То, что вот сейчас Валеру Пронкину награждали. И мы сидели, пока ждали. Мы видели, как готовят флаги. Но просто его глаза сказали все. Он ничего не говорит, понятно. Он сдержанный очень человек. Но глаза сказали все, когда он не видит российского флага. Он видит флаг Каяф. Сегодня последний день чемпионата. Впереди соревнования по прыжкам в высоту у мужчин и спортивная ходьба. Здесь российские атлеты – одни из главных претендентов на победу. Тимур Сиразиев, Дмитрий Волков, Владимир Беляев, Первый канал, Лондон.